Здравствуйте! Это библейский портал exeget.ru. Курс лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Источники для изучения Нового Завета. Идея герменевтического круга предполагает, что мы не только читаем ту или иную Священную книгу, но и поднимаемся на более высокий уровень контекста. И на этом уровне нам важно привлекать целый ряд других источников для того, чтобы понять исторический и литературный контекст. Это обогатит наше понимание самого Священного Писания, когда мы вновь начнем его читать. И встает важный вопрос. Каков же круг источников для изучения Священного Писания Нового Завета? К чему обращаться? Как мы должны читать Библию и параллельно какую-то еще литературу? Прежде всего, конечно, основным источником является само Священное Писание Нового Завета. Почему я это проговариваю? Вроде бы очевидная вещь. Я это говорю, потому что до определенного момента это было неочевидно. Мы помним XIX век, когда атеистические или антицерковно настроенные исследователи пытались найти какие-то противоречия, какие-то несуразности в текстах Священного Писания Нового Завета. Однако огромное количество исторических, археологических и литературных открытий XX века показало достоверность и историческую точность произведений Нового Завета. На эту тему существует огромное количество литературы. Приведу только один конкретный пример. Когда в свое время я занимался написанием кандидатской диссертации, а темой диссертации был анализ мессианских представлений иудеев по кумранским рукописям. Я вообще говоря не знал, к чему меня приведет исследование. То есть мне было интересно. Да, вот они источники, которые датируются с середины III века до Рождества Христова по середину I века по Рождестве Христовым. То есть охватывают собою три столетия. Это источники как раз накануне пришествия мир Господа Иисуса Христа. Мы знаем из Евангелий, что иудеи ждали мессию как политического деятеля. Но что скажут вот эти внебиблейские источники? Внебиблейские источники не сказали ничего принципиально нового. Да, очень много интересных деталей, но суть оказалась та же самая. Кумранские рукописи подтверждают ту картину, которую рисуют нам евангелисты. Иудеи действительно ждали прежде всего политического лидера. И да, они действительно ждали такого лидера, которому будут подчиняться небо и земля. Который будет чудотворцем, который будет необычным человеком. Поэтому, конечно же, то, что мы сегодня имеем, это потрясающее подтверждение внебиблейскими источниками самого текста священного писания Нового Завета. Но, как мы уже говорили на предыдущих лекциях, необходимо читать текст священного писания не только и не столько в переводах, потому что перевод это все равно уже интерпретация, сколько обращаться к тексту на языке оригинала. И даже если вы не изучаете древнегреческий язык, ничто не препятствует вам читать такую литературу, где объясняются основные богословские греческие термины. И через это ваше понимание Нового Завета значительно обогатится. Второй пласт или второй круг источников. Это труды древних авторов, таких как Филон Александрийский, годы жизни примерно 25-й год до Рождества Христова и 50-й год по Рождестве Христовым, и Иосиф Лавий, годы жизни 37-й и 100-й по Рождестве Христовым. Их труды достаточно хорошо исследованы в связи с Новозаветной эпохой. И ссылки на их труды или даже иногда цитаты можно найти в хороших комментариях и библейских словарях. Третья категория источников. Ветхозаветные апокрифы. Это псевдоэпиграфические или апокалиптические религиозные произведения, которые возникли в аудаизме во II веке до Рождества Христова. Иногда в I веке до Рождества Христова. Но некоторые датируются уже I веком по Рождестве Христовым, то есть началом христианской эры. Мы с вами знаем, что впоследствии христианская церковь отвергла эти произведения как неполезные для прочтения. И аргумент был такой. Там истина смешана с ложью. Мед смешан с желчью. И чтение их поэтому может привести читателей к заблуждению. Потому что нет четкого критерия. Невозможно понять, где та самая истина, чтобы отличить ее от лжи. Тем не менее, исследователи, уже начиная с эпохи Просвещения, прибегают к данным ветхозаветных апокрифов для того, чтобы реконструировать представление иудеев накануне прихода в мир Христа Спасителя. Да, исследователи говорят, мы не гарантируем или мы не утверждаем, что в апокрифах все верно и все правильно, но так мыслили еврейские авторы 2-го или 1-го века до Рождества Христова. Поэтому очень осторожно, очень аккуратно, понимая место апокрифов в системе, скажем так, мировоззрения евреев в той эпохе, периода позднего храма, все-таки можно некоторую информацию из апокрифов подчеркнуть. Не информацию очень часто о самом Священном Писании, а именно о том, как думали, как себе представляли те или иные аспекты Священного Писания, современные Христу и Иудии. Еще одна категория источников – Талмудическая литература. В предыдущей лекции было сказано о том, что после 70-го года, после подавления первого антиримского восстания, разрушения Иерусалима, Иерусалимского храма, практически все религиозные движения на территории Иудии в еврейском народе были уничтожены за исключением одного – книжников и фарисиев. И вот именно движение книжников и фарисиев и формирует новую религию – раввинистический иудаизм, которой и придерживаются евреи, не принявшие Христа, после разрушения Иерусалима. И вот у раввинистических евреев так называемый устный закон начинает кодифицироваться где-то в конце 2-го, в начале 3-го века, и называется это Мишна. Это как раз те предания старцев, против которых выступал Господь Иисус Христос. Поэтому очень часто мы можем найти там точки зрения, которые не совпадают с христианским учением, точки зрения на Ветхий Завет или еще на какие-то сферы жизни. Но тем не менее сначала формируется Мишна 2-3 века по Родействию Христовым, потом Иерусалимский Талмуд 4-й век и, наконец, Вавилонский Талмуд 5-й и 6-й века. Эти произведения через фарисийскую призму отражают представление еврейского народа, прежде всего фарисийского движения более ранней эпохи, и в частности 1-го века, времени Христа Спасителя. Но поскольку прошло уже много лет, не просто десятков, а столетия, смотрите, проходит 200 лет с момента возникновения христианства к тому моменту, как формируется Мишна, 300-400-500 лет, пока формируется Иерусалимский, Вавилонский Талмуд, то, конечно же, нет никакой гарантии, что те рассказы о раввинах 1-го века, которые содержатся в Талмуде, те представления еврейского народа, которые отражены в Талмуде 4-й, 5-й, 6-й век, что они отражают точно и адекватно представление евреев 1-го века. И, конечно же, можно использовать талмудические сведения для того, чтобы анализировать эпоху Христа Спасителя. Это можно делать. Это было очень популярно в западной среде, особенно в середине 20-го века. Выходили немецкие комментарии, которые, можно так и назвать, комментарии на Новый Завет на основании талмудической литературы. Это были многотомные, подробные, хорошо проработанные, добросовестные, тщательные комментарии. Однако проблема этих комментариев заключается в том, что мы не можем гарантировать адекватность талмудической литературы, потому что она очень поздняя. Мы всегда должны говорить, да, мы допускаем. Или есть некая вероятность, что в талмудической литературе эпоха времен Христа Спасителя отражена более-менее корректно и адекватно. Но это всегда будет условность, всегда это будет допущение, и, к сожалению, это невозможно доказать. И вот подобного рода подход использования талмудической литературы постепенно отходит на второй план после обнаружения еще одной категории источников для изучения Нового Завета, а именно кумранских рукописей. И вот это уже источники как раз современной той эпохи. Кумранские рукописи были найдены в ряде пещер вокруг Кумрана с 1947 по 1952 год. Были найдены 10 хорошо сохранившихся рукописей и 25 тысяч фрагментарных обрывков, некоторые из которых размером не превышают почтовую марку. Датируются эти религиозные тексты с середины III века до Рождества Христова по середину I века по Рождестве Христовым. Из них 33% представляют собой тексты иссейского движения, иногда их называют сектанские рукописи. Еще 29% это, собственно, не сектанские, не иссейские, а библейские рукописи, тексты Ветхого Завета. 25% это рукописи, которые не относятся ни к сектанским, не относятся к библейским, а могут быть понимаемы как рукописи именно широких слоев еврейского народа, тогдашнего иудаизма. Остальные 13% манускриптов настолько небольшие, что даже не могут быть идентифицированы. И вот очень здорово, что получив рукописи именно той эпохи, а не более поздней, мы и смогли обнаружить различия между содержанием кумранских рукописей и позднейшей талмудической литературой. Потому что тематика разная и разные жанры, но вот кумранские рукописи, как современные той эпохи, дают нам целый ряд важных сведений, в том числе и сведения относительно того, какого ждали Христа и Иудеи. И, наконец, последний круг источников – это источники, которые являются артефактами, обнаруживаемые в процессе археологических исследований, то есть то, чем занимается библейская археология. Иногда эти источники представляют собой объекты, иногда это конкретные артефакты, найденные на этих объектах и, соответственно, экспонируемые в музеях мира. Библейская археология нам важна и нужна для того, чтобы лучше понимать те или иные конкретные события. Например, изучаем исцеление расслабленного при купальне Вифе-Зда, и мы для себя обнаруживаем, что это не была какая-то небольшая купальня, это были, оказывается, огромные бассейны. Это было значительное гидротехническое сооружение, где действительно были крытые колоннады и могло находиться большое количество людей. Поэтому, конечно, вот такие вот детали, они позволяют уже уточнить нюансы библейского текста. Все перечисленные мною группы источников используются при изучении Священного Писания Нового Завета в православной экзегетике. И, конечно же, сейчас стандартный подход к изучению Священного Писания заключается в том, что мы рассматриваем разные уровни. Прежде всего, мы рассматриваем текстуальный уровень, пытаемся понять, какие есть разночтения, смотрим историко-археологический контекст, смотрим филологию, и, наконец, уже смотрим богословский смысл плюс нравственное приложение. Как мы можем использовать то, что мы прочитали для себя, для своей жизни и для своей души? Поэтому и введение в Священное Писание Нового Завета не какая-то абстрактная дисциплина, но дисциплина, которая очень полезна для того, чтобы, читая Слово Божие, мы и приобщались к жизни от Бога. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.